Христианское совершенство Для стяжания его необходима брань и четыре вещи, крайне потребные для успеха в этой войне. Все мы, естественно, желаем и заповедь имеем быть совершенными. Господь заповедует, будьте, убо вы совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Святой апостол Павел их убеждает, злобой младенствуйте, умом же совершенны бывайте. В другом месте у него же читаем, да будете совершенны и исполнены. И опять, на совершение ведемся. Предначертывалась эта заповедь и в Ветхом Завете. Так Бог говорит Израиле во второзаконии, совершен да будешь и пред Господом Богом твоим. И святой Давид тоже заповедует сыну своему Соломону. И ныне, Соломон, сын мой, да знаешь Бога, Отец твоих, и служи ему сердцем совершенным и душевную волею. После всего не можем не видеть, что Бог требует от христиан полноты совершенства. Требует то есть, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях. То есть вот здесь, прочитав первый абзац, первой главы, мы сразу же для себя можем это определить. Что жизнь наша, жизнь человеческая, да особенно жизнь христианская, дается Богом не напрасно. Дается Богом для важнейшей цели. Причем, видим, не просто какой-то великой, да, глобальной цели, а для чего-то абсолютно великого. Бог ожидает и требует от нас совершенства. Но если ты возлюбленный во Христе, читатель мой, желаешь достигнуть такой высоты, надо тебе сначала узнать, в чем состоит христианское совершенство. Ибо не узнав этого, можешь уклониться с настоящего пути, и думая, что идешь да стремишься к совершенству, можешь направляться совсем в другую сторону. Скажу прямо, самое совершенное и великое дело, которого только может желать и достигнуть человек, есть сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. То есть вот здесь уже человеку сразу показывается цель, да, и открывается смысл человеческой жизни. Это сближение с Богом и пребывание в единении с Ним. Но немало таких, которые говорят, что совершенство жизни христианской состоит в постах, в бдениях, коленопреклонениях, спании на голой земле и в других подобных строгостях телесных. Иные говорят, что оно состоит в совершении многих молитвословий, дома или выстаивании долгих служб церковных. Есть и такие, которые полагают, что совершенство наше всецело состоит в умной молитве, в уединении, отшельничестве и молчании. Наибольшая же часть ограничивают все совершенства точным исполнением всех уставам положенных подвижнических деланий, не уклоняясь ни к излишеству, ни к недостатку в чем-либо, а держась золотой середины. Однако же все эти добродетели одни не составляют искомого христианского совершенства, но являются лишь средством и способом к достижению его. Вот и здесь нам напоминается о том, что задачей, смыслом жизни нашей состоит, опять же, это приближение к Богу и однение с Ним, а все остальное является лишь способом к достижению этой цели. И действительно, в жизни мы с вами, правда, как здесь совершенно справедливо, замечает преподобный Никодим и переводчик этой книги, в свое время святитель Феофан Затворник, что часто многие люди за самое главное определяют лишь только способ к достижению главного. И живут, и стараются, направляют на это свои силы, свое внимание, жизнь свою посвящая этому. Но, как, опять же, и преподобный Никодим в этой книге замечает, и вообще святые отцы учат, что часто человек вот так вот, трудясь неправильно, может не достигнуть желаемой цели. Что они, то есть вот эти вот все способы, как и молитва, и пост, и бдение, и труды, да и вообще вот всякие аскетические упражнения, являются только средством к действиям достижения совершенства в христианской жизни, в этом нет никакого сомнения. Ибо, видимо, очень многих добродетельных мужей, которые проходят как должно, эти добродетели с той целью, чтобы получить через это силу и мощь против своих греховностей и худостей, чтобы подчерпнуть из них мужество противостоять искушением и обольщением трех главных врагов наших — искушением плоти, искушением мира и искушением дьявола, чтобы запастись в них и через них духовными пособиями, столь необходимыми для всех рабов Божих, особенно для новоначальных. Они постятся, чтобы смирить плоть свою буйную, совершают бдение, чтобы изощрять око свое умное, спят на голой земле, чтобы не разнеживаться сном, связывают язык молчанием и уединяются, чтобы избежать и малейших поводов к учинению чего-либо оскорбляющегося святого Бога. Творят молитвы, выстаивают службы церковные и иные, совершая дела благочестивые, для того, чтобы внимание их не отходило от вещей небесных, читая о жизни и страданиях Господа нашего не для другого чего, как для того, чтобы лучше познать собственную свою худость и благосердую благость Божию, чтобы научиться и расположиться, последовать Господу Иисусу Христу самоотвержением и крестом на плечах своих, и чтобы все больше и больше возгревать в себе любовь к Богу и нелюбие к себе. Да видим, что все эти дела, вышеперечисленные, действительно очень важны, и действительно без них движение оно невозможно. Но, с другой стороны, эти же добродетели, тем, которые в них полагают все основы своей жизни, свое упование, могут причинить большой вред. Причем даже не просто большой, а больший вред, нежели явное их упущение. То есть смотрите, что здесь преподобный Никодим замечает, что порой при неправильном отношении, при неправильном внимании вот к этим делам благочестия, казалось бы, нужным, необходимым, еще раз скажу, при неправильном отношении к ним человеку может быть причинен вред. Причем больше, нежели если бы человек совсем бы этого не делал. Почему же так? Смотрим дальше. Не сами по себе, потому что, да, вот эти дела могут повредить человеку, потому что они благочестные и святые, а по вине тех, которые никак должны пользуются ими, то есть неправильно их употребляют. И именно когда они, внимая только этим добродетелем, внешне совершаемым, оставляют сердце свое двигаться в собственных своих валениях, да, то есть жить по собственной воле, и по воле дьявола, который, видя, что они соступили с правого пути, не мешает им не только с радостью подвизаться в этих телесных подвигов, но и расширять и умножать их по суетному их помыслу. Испитывая при этом некоторые духовные движения утешения, делатели такие начинают думать о себе, что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствуют в себе присутствие самого Бога. Иной же раз, углубившись в созерцание каких-либо отвлеченных и неземных вещей, мечтают о себе, будто совсем выступили из области мира сего и восхищены до третьего неба. То есть смотрите, какие в истину страшные вещи здесь описываются, что человек при неправильном прохождении вот этого подвига, при неправильном введении духовной войны в этой войне может получать помощь от сатаны, помощь от дьявола, который не только не мешает ему вести вот такую вот, как человеку кажется, благочестивую жизнь, но еще и начинает помогать ему. Начинает все больше и больше запутывать человека в его вот этом мнении, что он ведет жизнь верную, что он уже ведет жизнь равноангельную, что он достоин каких-то божественных откровений. И все это происходит, как вот здесь мы с вами уточним, тогда, когда человек все свое внимание сосредотачивает лишь на внешних делах, когда он оставляет без должного внимания свое сердце жить в своей воле, да и как очень скоро и незаметно происходит, сердце начинает жить в воле дьявольской. «Но как погрешительно действуют таковые и как далеко отстоят от истинного совершенства?» Это всякий может уразуметь, судя по жизни их и по их нраву. То есть здесь мы с вами сразу можем прочесть, а как же понять, да действительно человек живет правильно и правильно. Скажем, слово «праведно» переводится на наш русский язык как «правильно» или люди заблуждаются. Так вот, таковые, так скажем, в кавычках «подвижники» обыкновенно желают, чтобы их предпочитали другим во всяком случае. Они любят жить по своей воле и всегда упорны в своих решениях. Они слепы во всем, что касается их самих, но весьма зорки и старательны в разбирательстве дел и слов других. Если кто начнет пользоваться почетом у других, какой, как им думается, имеют они, они не могут этого стерпеть, явно делаются немирными к нему. Если кто помешает им в их благочестивых занятиях и подвижнических деланиях, особенно «Боже, сохрани» в присутствии других, они тотчас возмущаются, тотчас кипятятся гневом и становятся совсем другими на себя непохожими. Да, то есть вот здесь нам одно из таких основных правил, что ли, проверки, подвига человека, это является как раз вот его, опять же, внутреннее устроение, его поведение, его отношение к людям. Да, и первое, конечно, что определяет человека как неправильно подвязающегося, это наличие в нём таких страстей, как гнев, да, особенно развитый, гордыня, нежелание уступить, желание спорить, желание наставить на своём, желание предпочтения себя. То есть, соответственно, человек не может терпеть, когда его обходят вниманием, когда с ним не соглашаются, когда сомневаются в его такой вот, скажем, праведности. Всё это вызывает в нём гнев, раздражение, не мирное устроение, не любовь, а зачастую и ненависть к тому человеку, который его каким-то образом задевает или обличает. Если Бог, желая привести их к познанию самих себя и направить на истинный путь к совершенству, пошлёт им скорби и болезни или попустит подвергнуться гонениям, которыми обычно испытывает Он, кто истинный и настоящий рабы Его, тогда обнаруживается, что сокрывалось в сердце их и как глубоко растлены они гордостью. Ибо какая бы ни случилась с ними прискорбность, они не хотят подклонить выю, да или шею свою, под иго воли Божией, упокоиваясь на праведных и сокровенных судах Его, и не желают, по примеру, нас ради себя смирившего и пострадавшего Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, не желают смирить себя больше всякой твари и почитать любезными друзьями гонителей своих, как орудия божественной к нам благостыни и помощников нашего спасения. То есть, опять же, видим дальше рассуждение, что если Бог, желая привести таких людей к познанию себя, направить на истинный путь к совершенству, посылает скорби, болезни, страдания, что-то, кстати, вот здесь мы с вами можем для себя отметить, что, ну, во-первых, ничего в жизни не бывает напрасно, не бывает просто так. Все, что бы с нами ни происходило, все это есть проявление Бога, проявление Его внимания к нам. Господь заботится о нас, заботится о нашем спасении и ничего лишнего человеку не дает. Особенно, что касается скорбей, что касается болезней, страданий. Все это лишь, как здесь отмечается, это способ, да, испытания, проверить, кто истинный и настоящий раб Божий. И опять же видим, что человек надменный, человек уверенный в своей правоте, как правило, всякую скорбь, всякое страдание воспринимает с болью, с нежеланием это принять, с непониманием, почему так происходит. Те люди, через которых причиняются по попущению Божию ему скорби, те люди воспринимаются им как враги, как соперники, да, обнаруживается опять же и злоба, и ненусть в отношении к них. Да и вот видим, что человек, опять же, думая себе, что он живет правильно, живет свято, через все это дело обнаруживается как раз вот неверность его трудов. Потому очевидно, что находятся таковые люди в великой опасности. Имея внутреннее свое око, то есть ум свой помраченным, им смотрят они и на самих себя, и смотрят неверно. Помышляя о внешних своих делах благочестия, будто бы они хороши у них, они думают, что достигли уже совершенства, и, возгордеваясь от этого, начинают осуждать других. После этого нет уже возможности, чтобы кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божьего воздействия. Удобнее обратиться на добро явный грешник, нежели скрытый, укрывающийся под покровом видимых добродетелей. Да, вот здесь мы с вами можем вспомнить те евангельские истины, да, что Господь грешников к покаянию призывает, да, и Господь, говоря, скажем, фарисеям, указывал на то, что блудницы, мотори, вперед идут вас в Царство Божие. Потому что действительно порой человек, явный грешник, видя свое падение, видя мерзость своего состояния, ему гораздо проще покаяться, отвратиться от дел своих, нежели на тому человеку, который уверен в своей правоте, который уверен в правильности своих дел, своей жизни, и, соответственно, никаким внушением он уже не поддается. На этом сегодня мы с вами поставим точку, братья и сестры. Ну, а дальше с вами будем уже в следующей передаче продолжать чтение первой главы этой книги под названием «Невидимая брани». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова